Итак, привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. У тебя интересный сон? Мне в последнее время часто снится, что я нахожусь в доме, это, не знаю, какой-то незнакомый мне дом, одноэтажный, там много комнат, много, больше одиннадцати. Будем расшифровывать этот сон так, чтобы дать один из возможных примеров, как это делается в практике. Дом – это обычно метафора нашей психики. Вот ты вспомнила про то, что когда ты не знала, чем заниматься, у тебя как раз был этот внутренний поиск, то есть ты бродишь, где я, куда я хочу пройти. Сейчас дом есть, он вроде бы меньше, то есть определенности больше, хотя комнат много, потому что психика, она огромная. Кстати, одно из типичных сновидений для многих людей, когда они оказываются в пространстве, в каком-то доме, здании, которое снаружи кажется маленьким, а изнутри кажется огромным, как будто пространство такое очень-очень емкое. Много комнат, много коридоров, хотя при взгляде снаружи кажется, что это не так. Много окон на все стороны дома. В этом доме невозможно спрятаться. Обычно это все происходит как будто в вечернее время, в доме находится моя семья, нам только не муж. То есть там дети, мама. Дети и мама. То есть те люди, которые, ну видимо, воспринимаются тобой более слабыми, чем ты, они находятся рядом, ты за них отвечаешь в какой-то степени, ты их опекаешь. Ну и ты не можешь рассчитывать на то, что они тебе помогут. Вот они там есть, да, но это не те люди, на которых ты можешь в данный момент опереться. Опереться именно в твоем решении переехать, поменять что-то, сделать новое. Вот это точно. Третий важный момент. То, что там нет мужа рядом, почему-то нет. Может быть ты ему в чем-то не доверяешь, может быть у него ты считаешь нет компетенций. Опять же тех компетенций, которые помогут тебе в этом решении. Более глубоко мы сейчас это не будем разбирать, но это тоже такой маркер, что там происходит. Я рекомендую обратить на это внимание и подумать. Дверь как-то очень ненадежно устроена, как-то вот она вставлена, что ее невозможно закрыть. То есть у нее сорваны петли, и она прям присыпается, и я не могу ее как-то вот, только может быть задвинуть чем-то тяжелым, но это не всегда получается. И четвертый важный элемент. Это дверь, которую ты никак не можешь закрыть, она ненадежна, она хлипкая. То есть что такое дверь? Дверь в доме, в любом здании, это вот пропускной элемент. Я могу зайти, закрыть дверь, и все, нет туда доступа. Это вопрос о границах. То есть видимо, таким образом твоя психика намекает на то, что твои границы сейчас проницаемы. И от этого чувства незащищенности, опасности неизвестно чего. То есть ты боишься там? Да, это страх. Страшно, да? Это паника. И бессильность. Итак, сон отражает текущую жизненную ситуацию. И есть несколько ключевых элементов, на которые прямо указывает сон. Какие из них? Эмоция. То есть да, вот этот страх. И мысли по поводу текущей ситуации, что я не чувствую себя в безопасности. Это мысли, это уже вывод. Потому что эмоция это то, что мы переживаем. Небезопасность это то, что мы думаем. Ты сказала, что тебе этот сон снится уже не первый раз. Ну с разными деталями, да? Да. С какими обычными событиями в жизни это связано в целом? Если ты замечала. Есть какая-то у тебя идея? Не знаю. Ничего. Вот что быть заключено повторяющим. Если такого, я не замечаю. То есть ты либо в реальности слишком намного реагируешь на то, что не нужно тебе какие-то события, которые, может быть, кажутся случайными. Но на самом деле они не случайны. Это ты их так организуешь или позволяешь им происходить с тобой. Что это кажется как будто вне твоей власти. Либо это то, что касается твоих внутренних мыслей, твоих внутренних установок по поводу того, что вот я хочу так. Но условия жизни, наша обстановка, которая есть вокруг, ментальный фон, если хочешь, таков, что я все равно должна вот это учитывать, это принимать. И ты, если говорить по-русски, следуешь этому, а не ведешь. Вот поэтому такая дверь хлипкая, что она тебя не защищает. Ты не знаешь, как закрыться, даже, может быть, как быть внутри себя какое-то время, чтобы исследовать каждую комнату, найти те богатства, которые есть, ресурсы, говоря по-другому, чтобы пользоваться ими. Вот так. До того, лет 10, наверное, назад, мне все время снились сны, что я бродила по огромному зданию с лестницами. С коридорами. Причем это было практически пустое здание. И я блуждала в нем. А действительно блуждала. Я не могла найти ни вход, ни выход. Я не знала, зачем я здесь. А потом я вышла замуж. У меня появилась семья, дети, любимая работа. Можно сказать, что я нашла себя. И вот этот сон трансформировался в какой-то уже дом поменьше. Дом поменьше. Но комнат по-прежнему в нем много. И вход не защищенный. Теперь вход я вижу. Теперь вход видишь, да. Какие ключевые рекомендации? Подумать, что из того, что есть рядом с тобой и из тех, кто рядом с тобой, ты отвергаешь. Потому что даже не допускаешь где-то возможности, что они могут быть достаточно сильны и компетентны, чтобы тебе помочь. И второе, где ты сама делаешь свои границы очень-очень хлипкими, проницаемыми и пропускаешь внутрь больше, чем ты хочешь. Вот так. Вот это был пример расшифровки одного из сновидений. Такой короткий, быстрый. И внизу под видео будет несколько ссылок на пример расшифровки других снов. Так что до встречи. Пока.